так всем привет с вами сергей португалия как вы уже дадут догадались у нас будет какой-то видео обзор а догадались вы из-за того что перед тем как делать видео обзор на мой смартфон samsung galaxy duos grant я тоже показывал руль да ну и вот к чему мы пришли на данный момент в общем сейчас у нас так немножко сориентировать вас сейчас у нас 5 января до время у нас 12 часов дня и что же я сейчас приобрел я приобрел так же сама телефон почему так же сама потому что в прошлом видео обзор и был из моей машины также я показывал руль и также мы смотрели на мой новый телефон samsung да вот и кстати все это дело происходило также сама перед рождеством вот перед рождеством вот русским рождеством да вот но сегодня 5 число тогда было кажется 6 число в общем прямо все вот один к одному вот сейчас у нас будет видео обзор на не смотрите вот это вот на машину будет видео обзор не машины а еще раз повторяюсь телефона в общем какой телефон я сейчас только что даже вот приобрел и знаете вот все повторяется то же самое да я приобрел телефон жену отправил за покупками и все то же самое но буквально один год назад да в общем сегодня у нас на обзоре вот такой вот телефон видите вернее смартфон вот кому интересно лежа смотреть смотрите лежа кому интересно стоя смотреть смотрите стоя вот так ну что начнем как обычно по моей технологии показывать коробочку да кстати этот телефон смартфон еще не открывался я даже не знаю что там лежит у меня даже в понятиях нету что там лежит единственное знаю что он должен быть такого такого темно-голубого цвета такого не голубого но в принципе такого же цвета вот как вот эта коробка она не черная она немножко светлее да в общем сейчас скажу немножко о том где бы покупался этот смартфон и и как и что и с чем его надо будет потом есть да в общем покупался этот телефон смартфон все хочу сказать телефон но это смартфон вообще эти слова иностранные новые как она придумывают в общем он покупался в одном супермаркете в одной очень недорого не дешевый хотел сказать ложи магазинчике таком вот с телефонами и был куплен он как вы как вы уже думаете это он был куплен никогда не догадаетесь он был куплен он был куплен моей любимой жене вот ее телефон тот что вы видели на обзоре тот беленький такой да мы его просто на поле просто сплавили потому что она им уже попользовался она говорит мне он уже надоел гламурный тот телефончик с разными блестками вот захотела что-нибудь современное чтоб там можно было экранчик все включать в общем нажимать ну чтобы было android короче вот все вы знаете что android у нас очень хорошая оперативная система да вот и с ее помощью мы можем устанавливать на телефон и просматривать различные гаджеты на наших телевизорах либо на наших телефонах смартфонах вот ладненько много говорю но кому интересно слушайте кому не интересно можете не слушать заткните уши и просто смотрите вот значит здесь даже по цвету написано color metallic blue это металлическая синий такой металлик да вот здесь по-английски нифига не понимаю в общем такая ситуация ну ладно что ж будем открывать в общем при вас будет сейчас вскрытие вот этой вот коробки да а кстати мы вот эту сторону еще не рассмотрели вот это кстати очень полезная информация вот в общем это как мы уже знаем samsung galaxy s 3 нео да очень хорошая память в нем 16 гигабайт очень это уже на ворот да вот и потом что у нас говорит это все у нас камера не фронтальная задняя у нас идет 8 мегапикселей вы представляете 8 мегапикселей тут так же само как и у меня и по качеству видео которое вы смотрите на моем на моем канале вы уже можете определить что 8 пикселей дает о себе знать качество видео хорошие вот потом что в нем есть это gps глонасс это знаете что это то что я просто напросто буду следить за своей женой куда она ходит что она делает с кем встречается что кушает что покупает в общем все я буду знать я залезу через специальную программу в ее камеру включу и все ребята это очень интересная вещь кто еще не знает об этом можете про про проконсультироваться с хорошими ребятами вот ну здесь в общем написано что hd у нас различные по качеству связи по качеству просмотра на экране да это hd у нас это высокое качество потом процессор у нас идет quad core 1 и 4 герца вы представляете что это такое 1 и 4 герца кстати если хотите еще раз посмотреть интерьер моей машины да вот можете посмотреть вот даже время видно это португальское время кстати сейчас на на улице сколько градусов сейчас я вам скажу офигеть сейчас сейчас 16 градусов но это еще только 12 градусов 12 часов дня попозже будет и извините меня и все 20 вот а сегодня 5 января так что вы подумайте об этом где вам лучше отдыхать либо в россии либо в португалии вот ладно отвлечемся от природы да тут у нас не обзор природных катаклизмов обзор супер телефонов смартфонов в общем что у нас тут android bluetooth вай фай и какая-то фигня которая у меня нету на моем galaxy grand доз да а пт щищ крс и в общем кср очень что-то интересное да и вот вот это вот вот эти вот надписи вот принципе я здесь ничего не понимаю в них вот это связано тоже с какими-то наворотами да в общем кто умный знает можете написать что это за фигня вот так ну здесь модель до его идет и видимо поддержка языковая поддержка в телефоне да вот португальский есть румынский нам не нужен я думал русский просто ну русский язык должен быть потому что в самсунгах русский язык постоянно есть ладно ребята открываю я коробку блин как бы это открыть так аккуратно чтоб было красиво и без нервов да вот ну пока я открываю коробку я могу вам чего нибудь рассказать вот чем рассказать ну по погоде вы уже поняли да что погода хорошая 5 января почти 20 градусов тепла в общем скажу что вот здесь у нас вот рядышком вот там где желтая вывеска там построился новый парк каковая зона такая там три магазина построилась новых я когда снимал видео про про этот как он про обзор магазинов кстати вот где стою сейчас да вот вся вот может помните различные магазинчики тут я сверху показывал не ходил здесь внизу а сверху вот стоят там вот с дороги да кстати вот видите туристы приезжают на таких машинах и просто-напросто греются на солнышке на португальском видите и вот там машинка какая-то военного цвета офигеть что она там делает наверное война наверно война все надо пойти каску купить так ну что в общем обзор магазинов я вам потом покажу какие-то магазины открылись если вдруг кому-то интересно могу так просто сказать что там открылся один магазин со строительными материалами потом открылся еще один магазин с с этими с автом рим по ремонту вот норд авто называется вот этот магазинчик в общем там ремонтируют машины мотоцикла всякая фигня такая вот и что там открылась в общем строительный такой а и с одеждой спортивной одеждой вот три магазина открылись так ну все в общем открываю смотрите вы давайте споем песенку тададам тадам тарарарарам тарарам тарарарам тарарарарам в общем при помощи вот такой песенки мы вскрыли коробку да еще раз говорю это у нас самсунг с3 до нео какой-то там в общем нео да что-то он нео шо он нам скажет вот вот как он лежит у нас вот лежит он очень красивенько в коробочке весь в пленочках вот смотрите кто купит телефон да знаете что при открытии коробочки вы на обнаружите большое количество пленки пленки вот кто занимается сдачи пленки на переобработку да вот такую вот запомните у вас еще будет еще много пленки вот этой пленки видите пластик так телефончик мы сейчас в сторону вот так вот ой какая елочка красивая у нас там отражает в общем не знаете при открытии телефона при открытии при доставании смартфона из коробки вы обнаружите зеркально чистая стеклышко вот это вот зеркально чистая вообще красота главное что здесь смартфоне есть надпись самсунг да это очень вот кто любит самсунг все начинают говорить вот тут только из-за надписи покупаю вот эти телефоны вот здесь у нас есть и камера да насколько пикселей я еще не прочитал там но она должна быть маленькая слабенькая где-то два три пикселя максимум вот и два сенсорных таких датчика да это когда вы начинаете разговаривать по телефону у вас отключается экран и как бы экономится экономится ваш заряд батареи так ну что здесь кнопка такая же как и у меня на galaxy grant да потом эта громкость у нас громкость больше меньше и она же служит эта кнопка для этого для камеры приближения и удаления до для зума вот но эта кнопка понятно это такая же самая потом здесь вход для для зарядки телефона смартфона и микрофончик но в принципе все то же самое что вы и знаете да вот что у нас сверху здесь есть один вход для наушников для нормальный вход такой толстенький как обычно что мы любим никакие не переходники нам не надо покупать в общем вот так вот он смотрится на фоне моего руля до моей машины кто не знает у меня машина volkswagen passat крутая тачка сейчас расскажу историю за машину в общем отовлекшемся до телефона может кому-то надоело а я расскажу вам историю про эту машину в общем вы знаете да что я на ней уже ездил и по всей европе туда-сюда катаюсь в общем приходится деньги зарабатывать надо вот буквально месяц назад приехал сексер из германии вот уже два раза кстати на этой машине ездил в германию туда и обратно один раз две две тысячи во франкфурт на майне там рядышком возле франкфурта на майне это получилось у меня 2600 в одну сторону 2600 другой ездил туда-обратно ну и там по месту катался вот и сейчас второй раз уже возле гамбурга там недалеко возле ганновера короче это у меня вышло 2900 туда и и почему-то 3000 обратно где-то я там заблудился короче мой gps достал он уже такой старый что надо его менять вот карты вроде как должны обновляться сами но что-то там ничего не обновляется у меня постоянно в какие-то в какие-то деревни везет что я там чуть ли не это вот 20 километров в час едешь и и просто-напросто психуешь как не знаю что вот ну чё я хотел рассказать за машину короче у меня вот сцепление да ну машина все нормально двигатель все работает чтобы не сглазить, все работает отлично. Но у меня какая-то проблема со сцеплением. Вот иногда отпускаешь сцепление потихонечку, ну это кто, автомобилист, он знает. Отпускаешь потихонечку, вот при трогании, отпускаешь, и она как-то вот начинает сама подергиваться. Отпускаешь сцепление, и потом поехала, все нормально. Ну, маленькое такое подергивание, что-то не то. И главное, что иногда есть, а иногда нету. В общем, что-то вот есть такое вот в машине, может кто знает, вот со сцеплением, что связано. Я уже так и консультировался туда-сюда. Никто толком не говорит, надо, говорят, разбирайте. Я говорю, ну если вы начнете разбирать, то это понятно. Это мне надо менять все там, и никто толком ничего не скажет, потому что все хотят заработать. Ну, что я хотел сказать. В общем, были у меня такие случаи, буквально до того момента, что, того момента, который произошел вот со мной вот недавно, да? Вернее, с машиной, и с моими действиями, что я делал. В общем, короче, вот была у меня такая история, я уже даже подумывал машину продать, потому что, блин, ну что-то вот хочу продать, потому что, ну, не люблю я, когда какие-то дискомфорты в машине, да? Вот. А тут, короче, поехал я на мойку машин, да? Думаю, помою машину туда-сюда, и, ну, загляну под капот, тоже сполосну там под капотом немножко горячей водой. Короче, помыл-помыл там туда-сюда, пополоскал, ну, выезжаю с этой мойки, блин, смотрю, что-то не понял, как-то она по-другому трогается. Нормально так, как новенькая, блин. Ну, короче, итог такой, ребята. Помыл я какую-то там запчасть, и сцепление у меня начало нормально работать. Я просто поражаюсь. И теперь я не хочу эту машину продавать, она у меня самая хорошая, самая любимая, я ее просто обожаю. Volkswagen Passat, особенно универсал, как у меня, обалдеть, да вообще я тут гружу, что хочешь. В общем, в общем, самая лучшая машина на земле. Единственный минус, она у меня бензиновая, немножко бензина покушивает, да, ну, десятку, одиннадцать, десять, одиннадцать, иногда двенадцать литров на сто километров. Ну, ничего так, что, а что, хочешь кататься, люби, саночки возить, так, как говорится, да. Хотя, сейчас бензин подешевел в Европе. Я когда уезжал в Германию, сколько там было, два с половиной-три месяца назад, он стоил евро пятьдесят пять, а сейчас он евро двадцать. Вот. Так что, видите, подешевел все-таки. Это бензин девяносто пятый. И, кстати, что хотел сказать. Недавно я ездил в Испанию, там по делам, вот, где-то неделю назад. Так там бензин вообще евро тринадцать, вообще шара. Я залил полный бак, и вот, кстати, у меня сейчас залит бензин еще испанский. Вы представляете? Даже почти полбака там должно быть. Вот, даже полбака. Вот. Так что, вот такие дела. Ну что, а, кстати, вот за вот эту запчасть, да, то, что я помыл там в машине, это есть такой анекдот, да, вот, все знают. К доктору приходит мужик. Доктор, я заболел туда-сюда, что мне делать? Он говорит, что у вас случилось, что случилось с больной? Он говорит, да, вы понимаете, у меня вот каждый день у меня какая-то проблема, у меня ноги чернеют. А он такой сидит, подумал-подумал, он говорит, а вы их пробовали мыть? Ну, в общем, вы поняли, да, смысл анекдота. И так же сам и я. А я помыл какую-то запчасть, там у меня все стало нормально. Так что, вот такая вот история. Ну, ладненько. В общем, вернемся к телефону. Еще раз говорю, кому нравится слушать и смотреть, пожалуйста, смотрите. И не забудьте потом написать комментарий, потому что я всегда жду комментарий. То, что вы смотрите видео, это хорошо, а комментарий, комментарий, это другое. Вот. Это просто, это как сказать, ваш комментарий, это огромный плюс для меня. Это просто вдохновение. Это, если хороший комментарий, я поднимаю руки вверх, говорю, супер. Вверх, этого человека, всегда я записываю у меня специально блокнотик. И потом, как-нибудь, я обязательно сделаю такой конкурс. Кто самый лучший комментарий мне написал, кто постоянно смотрит мои видео на канале, Того человека я обязательно отблагодарю. Обязательно. Я ему сделаю подарок. Вот. Но это будет не скоро, но это у меня все накапливается на... В такой вот специальной книжечке. У меня есть книжечка такая в моем кабинетике, да? Вот. Ладно. В общем, Samsung Galaxy S3 Neo. Продолжим. Что у нас находится в коробке? Значит, открываем мы еще один слой этой коробки, да? Кстати, по коробке. Коробка хорошего качества, такая отличная. Кому нравится, еще раз говорю, делать поделки, оставляйте коробки и делайте что-нибудь интересненькое. Вот. Ну что? Значит, у нас здесь, вот я сейчас поставлю вот так вот смартфончик, да, новый, да? Он клееночкой, он не запачкается. Вот. Поставлю так. В общем, здесь у нас инструкции, да? Мануал инструкций, да, по-португальски. Ну, в общем, то, что мы никогда не смотрим. В коробке, что у нас находится? В коробке у нас находится очень много полезных вещей. Это как такая штучка, чтобы засовывать в розетку, чтобы заряжать при помощи кабеля USB наш смартфон. Вот. Поставим сюда, да, сейчас. Вот так вот, немножко оно закрывает. А мы поставим вот так вот, чтобы было красиво. О, Samsung там даже написано. Потом. Что у нас здесь в коробочке еще есть? У нас в коробочке есть... Вот, пожалуйста, люди ходят раздеты, и все вот нормально у них все. Они в маечках. Вот. Потом у нас сам кабель, сам кабель, ой, вернее, сам кабель. Это у нас наушнички, да, беленькие. И к наушничкам идет у нас обязательно вот такие тампончики, тампочки такие, такие затычечки, да? Вот. Маленькие для детей, видимо, и для ушастых людей, и для волосатых. У кого уши с волосами внутри. Видите? Вот. Чтоб не скользило. Вот. Все. Вот Samsung молодцы. Они все просматривают, продумывают для людей. Все для людей. В общем, сам кабель с папкой-мамкой, да, как говорится, в общем, для нашего компьютера, либо для входа для этого вот, для адаптера такого, и для самого смартфона. Вот. Что мы еще сейчас будем доставать отсюда? И сама батарея. Ребята, самое главное в телефоне это батарея. Мы все любим, когда наш смартфон работает, работает долго, да? Но батарея должна быть в смартфоне мощная. Вот эта стоит на 2100 микроампер, да? Это нормальные показатели. Но чем больше вот эта цифра, тем лучше. Так что обращайте внимание на батарею. Вы можете даже отдельно купить батарею и побольше мощности, чтобы она у вас побольше служила. Так. Ну что? Все. У нас ничего больше в нашем смартфоне не лежит. Но я быстренько это все поставлю на свои места. А то меня сейчас жена придет, скажет, опять залез мой телефон, что ты делаешь? И так, и так. В общем, она меня не ругает, но и понимает, что я делаю добро, добро людям. Я показываю то, о чем, может быть, другой не покажет, да? Ну, хотя их полно, этих различных наших, как говорится, обзоров, да? Кто делает обзоры. Но мои обзоры, пускай будут другие немножко, да? Я показываю не только телефон, я показываю и все то, что творится у меня на штанах, так сказать. О, кстати, за штаны. Обалдеть. Офигеть. Короче, расскажу историю. Вот эти вот штаны, представляете? Вот здесь вот такие пятна были от вина. Вот здесь. Вот здесь. Короче, на Новый год. Купили мы с женой бутылочку шампанского. Ну, не как обычно беленькую, да? А купили какую-то там бутылку разрисованную с золотом вся. Короче, самая крутая тачка. Ой, тачка, говорю. Самая крутая бутылочка, да? По красоте. И само вино шампанского было красное. Темно-красное. Мне жена говорит, давай купим красное, потому что белое уже такое прозрачное уже надоело. Сколько можно одно и то же пить каждый год. Давай что-то новенькое. Ну, короче, открываю я эту бутылку. Она там, короче, супер газированная была. Или ее кто-то взболтал, пока донес до стола. Короче, как стрельнет. Ребята, вы не представляете. Я эти джинсы покупал за 100 евро, блин. Мне так их было жалко. Такие пятна, офигеть. Вот здесь вот растеклось. Прямо вот в интимных местах. Вот здесь вот все. Вот обалдеть. Короче, что мы сделали? Я быстро на Новый год снимаю эти штаны. Снял просто моментально. И остался в одних трусах. Вы представляете, на Новый год я был в одних трусах. Вот. Обалдеть. Жена там нашла быстро в интернете какие-то там рецепты. Там соль какая-то там разбавилась. Чем-то там туда-сюда. Тут, короче, наложила эту фигню. Тут, тут, тут. На пятна разные. Туда-сюда. В общем, пару... Там, не сколько, не пару дней. День постояло оно в этой смеси, да. Потом кинули в стиральную машинку. Ребята, у меня новые штаны. У меня новые штаны. За 100 евро. Представляете? Вот. Так что вот такие истории. Так, ну что? Что вам? Кому не... Это вот... Уже вот эта часть будет, наверное, для тех, кому не надоело меня слушать. А что я хочу вам показать еще? Ну, в общем, сделали мы такой видеообзор, да. В общем, кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Кому не понравилось, не ставьте лайки. Как хотите. Я вас не заставляю. Но обязательно пишите комментарии. Обязательно. Чтобы как-то поддержать разговор, да. Виртуальный такой наш. Вот. Что я хочу еще показать? Вот у меня вот такой кулечек здесь лежит. А, кстати, вы хотите знать, сколько он стоит в Португалии? Цена его 240 евро. Но сегодня скидки я его купил за 200. В общем, 199,90. В общем, такая цена. А так он везде стоит 240 евро, что-то такое. Вот. Ну ладно. В общем, вложу я его в пакетик. Ставлю немножко в сторону. И пройдемся немножко вот к этой коробке. Эта коробка у нас говорит о чем? О какой-то штучке, да. Вот. В общем, эта штучка у нас просто прилипучка для телефона на стекло. Тут такая система. Вот такая вот. Плохо видно немножко. Короче, сам телефон. Вот висит вот такая штучка с присосочками, да. Жалко, плохо видно. Вот здесь присосочки такие. Вот сейчас на экранчике вот здесь вот. Вот. Вот здесь присосочки. И просто-напросто заднюю часть телефона так шмек. И все. Он нормально так держится. Обалденная штучка. Я купил специально для того, чтобы снимать видяшки для... Когда едешь на машине, там туда-сюда. Вот. А пью я вот такую воду. Вот такая вода. Вода, говорю. Вода. Газированная вода. Сделанная во Франции. А, кстати, кстати, ребята. Смотрите, я же купил еще отличный чехол для вот этого телефона для жены. Видите, он розовый. Обалдеть. Я забыл за него сказать. Вот, смотрите. Вот такой вот чехольчик. Вот. Сюда вставляется наш телефончик. Да. Вот. Тут отсеки разные для... Вернее, дырочки для... Камеры для наушникового... Для микрофона и для вспышки. Да. И вот здесь дырочка такая для того, чтобы мы смотрели, что у нас, сколько времени и какие нам сообщения пришли, не открывая эту крышечку. Да. Ну, вот такой вот чехольчик. Недорогой. Стоит он где-то 15 евро, что-то такое. Вот. Ну, в общем, все. Спасибо вам за то, что посмотрели мои обзоры. Поговорили со мной, послушали меня, вернее. А я сейчас, наверное, пойду и сниму вам обзор о тех магазинах, которые я вам говорил в начале... О которых я вам говорил в начале моего обзора, да. Ну, все. Всем спасибо. С вами был Сергей с обзором на смартфон Samsung Galaxy S3 Neo. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok